Верхняя Волжья снова стала местом проведения чемпионата России по зимнему универсальному бою. Причем стоит отметить заметное расширение географии регионов, участников турнира. Ну и самое главное, рост мастерства самих спортсменов. Более 70 спортсменов из 22 регионов прибыли в Тверскую область, чтобы побороться за медали национального чемпионата по универсальному бою. Калининград и Челябинск, Липецк и Санкт-Петербург. География турнира в этом году была как никогда широкой. Все отмечали хорошую организацию соревнований. Изумительно, просто красота, отлично. Спасибо организаторам, очень на высоком уровне провели. Однако самое главное в любом турнире – это уровень подготовки спортсменов. И здесь организаторы, в первую очередь суди, отмечали, что от чемпионата к чемпионату он заметно растет. Это касается и беговой, и стрелковой подготовки. Ну и, конечно же, борцовской техники. Видно, особенно с уровня четвертьфинала, что уровень спортсменов серьезно вырос. Ребята показывают прекрасную технику, проходит вся борцовская техника, амплитудные броски. Шумейка через дню. Спортсменам в красном вторая активность. А условия, надо сказать, были весьма непростыми. На улице стоял довольно приличный мороз. Если бегу на лыжах, а также стрельбе это никак не мешало, то вести поединок было довольно непросто. Спортсменам было очень тяжело ухватить соперника за кимоно, которое в такой холод буквально задубело. В общем, было видно, что зимний универсальный бой имеет свою большую специфику. Одно дело бороться на татаме, ковре, в ринге, а другое дело работать уже на скользком покрытии и снеге. Это уже своя специфика и своя подготовка к проведению поединков и прохождению той же лыжной гонки со стрельбой. Что касается итогов соревнований, то медали довольно ровно распределились среди регионов. Однако сильнейшей традиционно оказалась Тверская область.